Входим, температурный контроль. Все в норме. Пусть, пожалуйста. Одноразовые перчатки и маску. Стандартная процедура, которая ожидает каждого на входе. Все 19 тысяч избирательных участков оснащены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. В списках голосующих 2 миллиона 412 тысяч человек. К тем, кто сделает свой выбор на дому, придут сотрудники в специальной экипировке. Самарская область к проведению всероссийской кампании по поправкам в Конституцию готова. На то, чтобы выразить свое воле и изъявление, гражданам отведено 7 дней. Все процедурные моменты нами учтены. Но вы знаете, что в условиях все-таки опасности возможного заражения. Хотя ситуация улучшается. Но, несмотря на это, мы главным приоритетом в этой кампании видим, конечно, жизнь и здоровье граждан, как участвующих в голосовании, так и наших членов участковой комиссии. В Самаре участковые избирательные комиссии расположились во всех 159 школах, а также в 38 дошкольных образовательных учреждениях. Мы полностью готовы встретить достойных и ответственных граждан, которые на досрочном голосовании определятся и отдадут свой голос за поправки в Конституцию. На участке уже доставлены все необходимые средства индивидуальной защиты. Безопасность на избирательных участках продумана до мелочей. Уже при входе люди меряют температуру, обрабатывают руки. Далее они проходят на регистрацию, где им повторно предлагают обработать руки специальным веществом и выдают набор со средствами индивидуальной защиты, куда входит маска, перчатки и каждому своя ручка. Каждый член избирательной комиссии сидит вот в такой специальной защитной маске-щите. После того, как регистрация пройдена, можно спокойно идти и выполнять свой гражданский долг. Чтобы пришедшие не нарушили социальную дистанцию, на полу нанесена разметка. Двигаться необходимо по специальным красным стрелкам. Голосование по поправкам в Конституцию разделили на несколько дней, чтобы избежать скопления людей. Отдать свой голос можно, начиная с сегодняшнего дня и до 1 июля включительно. За день до старта голосования глава города Елена Лапушкина проверила, как идет подготовка к историческому событию. И, безусловно, принять участие в этом голосовании, я считаю, долгом каждого россиянина. Это обязательно надо сделать. Тем более, сейчас приняты беспрецедентные меры по безопасности. Проголосовавшим досрочно вместе с бюллетенем выдадут флайер 1 июля на своем избирательном участке. Его можно будет обменять на билет без проигрышной викторины. На кону бытовая техника, автомобили и даже квартиры. Но главным итогом голосования по поправкам в Конституцию станут изменения страны к лучшему. Мария Левина, Олег Зверев, Константин Головин, Василий Калдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова